С 1 июля в Туве произойдет плановое изменение тарифов на коммунальные услуги. Сегодня у нас в гостях Елена Николаевна Бочарова, исполняющая обязанности руководителя службы по тарифам Республики Тува. Здравствуйте, Елена Николаевна. Скажите, пожалуйста, на какие услуги повысятся тарифы? Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Телезрители с 1 июля, да, планируется повышение тарифов на коммунальные услуги. То есть мы будем коммунальные ресурсы покупать уже на тепловую энергию на 7,5% увеличение. На электрическую энергию для населения составит рост тарифов на 7,5%. Предельный рост тарифов на водоснабжение на 11,4%. И те, кто пользуется газом, газ увеличится у нас на 2%. В целом стоит сказать, что такое хорошее увеличение. Ну да, увеличение по цифрам, оно, конечно, значительно. А если будем говорить, допустим, в целом по цене, то увеличение, допустим, на холодную воду, если у нас стоил 16,23 рубля, то сейчас он будет 18 рублей. То есть если в ценовом смотреть тариф, то на 2 рубля повышение. На 2 рубля. Ну, в принципе, не так уж значительно. Но все-таки лучше покупать, я думаю, счетчики, да? Ну да, в принципе, государственным, да, все-таки мы должны с вами рассчитываться за потребленные ресурсы именно фактически. То есть у нас как же платежи принимаются и по нормативам, но норматив мы можем, говорим, что это все-таки расчетная величина объема потребления ресурсов. И приветствуется рассчитываться по приборам учета. По счетчику все стабильно. Да, там уже да, я столько и платишь. Столько, да, и заплатишь. Хочешь экономить, значит, мытьешь. А вот у нас население как, вот уже активно устанавливает счетчики? Да, ну, будем говорить, что на электроэнергию уже, в принципе, 97%. То есть это как-то сейчас уже принято, что на электроэнергию мы привыкли платить по счетчику. А за воду почему-то мы решили, что... Поэтому сейчас на холодную воду очень у них оснащенность, будем говорить, по городу Козылу в пределах 50%, и на горячую воду тоже устанавливает, потому что она, в принципе, кажется, что дорогой ресурс, но лучше, конечно, по счетчику же. Но горожане понимают, что счетчиками куда гораздо выгоднее, да? Ну, в принципе, кто считает деньги и экономит, тот, конечно, находит выгоду в этом. Ну, а как вот, где приобретают счетчики, где их нужно приобретать, куда вообще нужно обращаться? В принципе, здесь, как бы, ну, будем говорить, что это рынок услуг, и здесь можете устанавливать, обращаться управляющие компании, которые имеют своих сотрудников, которые имеют доступ к определенным видам работ. Ресурсно-собожающие организации тоже так же приветствуются. На горячую воду счетчик, так же на холодную? На холодную воду, да. То есть ваш выбор, вы можете обратиться в ресурсно-собожающие, они уже могут вам с учетом счетчиков, либо вы счетчик приобретаете и вам могут установить. А вот обязательно нужно и на горячую, и на холодную одновременно устанавливать, правильно? Ну, желательно, конечно, что же вы будете делать ремонт. То есть только в зависимости, конечно, у каждого будет количество счетчиков, в зависимости от системы вашей коммунальной в квартире. Скажите, а вообще в связи с чем ежегодно повышаются тарифы? Ну, на уровень роста тарифов, конечно, влияют факторы. Это увеличение на энергоресурсы, то есть это будет в виде электроэнергии, то есть в виде топлива, то есть каменные уголи, это тепловые. То есть не секрет, что водоснабжение у нас с вами является производство. Энергоемкая, поэтому это тоже влияет на это. Тепловая энергия у нас, понятно, что приходится много, то есть удельный вес расходов приходится на топливо. Вот, поэтому здесь косвенно влияет на это. И также у нас материальная база отрасли. То есть мы же все знаем, что коммунальная система у нас уже построена еще в прошлом веке, и получается износ всех коммунальных инфраструктур вместо более 80%. И чтобы получить с вами качественную услугу, поэтому предприятия тоже также должны вкладываться на ремонты. И то есть здесь планируется тоже учитывать тарифы. А население как реагирует на повышение тарифов? По карману бьет? Ну, население, конечно, кому хочется, чтобы постоянно что-то увеличивалось. Поэтому, да, мы говорим, что увеличение есть. Но для малообеспеченных у нас государством предусмотрены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть и стандарт увеличивается субсидий также с учетом роста тарифов. То есть учтен весь комплекс. А как получить субсидию можно? Субсидию вы оформляете в департаментах социальных управлений в каждом муниципальном образовании. То есть там набор документов вам был. В принципе, ресурсоснабжающие организации тоже помогают в сборе документов. И получается, то есть каждый может просчитать, если у вас коммунальные платежи в вашем доходе семьи составляют более 22%, тогда вы имеете право уже обратиться за субсидией. Ну, то есть неважно, сколько человек в семье работает или работает? Там не важно. Да, там же складывается, собирается доход семьи полностью, то есть оценивается. И берется именно коммунальные платежи, сопоставляются с доходами семьи. А вот скажи, что такое законодательное ограничение оплаты граждан? Да, в целях дополнительного защиты потребителей коммунальных услуг. То есть вот мы говорим, что коммунальные услуги у нас до такого-то предела, допустим, тепло или вода. Но еще и государством у нас есть ограничения именно в совокупный платеж. То есть это будем говорить, что платеж по всем коммунальным услугам в совокупности, ну то есть в сложенном. То есть изменение платы граждан, вот здесь вот тоже государство у нас ограничивается. И правительством Российской Федерации он доводится до каждого субъекта. То есть уровень роста тарифов у нас ограничен предельным индексом, который установлен указом главы республики ТВА 27 ноября 2015 года, номер 224. То есть у нас предел тарифы, то есть совокупный платеж на коммунальные услуги не должны по отношению, допустим, если вы будете сравнивать июль с июнем, то не выше, чем на 8,1%. То есть вот эту проверку, ну допустим, вы можете свой платеж оценить, сопоставить, взять июньские все платежи, да, и сколько вам начислят за июль, и сравнить, если есть у вас превышение предела, то тогда, значит, что-то ресурсоснабжающее неправильно может быть посчитали, тогда можно обратиться в службу, мы разберемся, то есть проверку произведем. — Говоря о тарифах, стоит сказать, что тарифы повышаются с каждым годом, точно так же, как и количество должников повышается, да? Те, кто не платят. — Ну, должники, да, должники, они и вне зависимости от роста тарифов у нас платежеспособность, то есть культура платежеспособности очень низкая, ну, будем говорить, что... Ну, желать лучшего нужно будет. — Но если не платят, вообще по счетам не платят? Или все же в какую-то, вот, допустим, заводу платят, за свет не платят? — Ну, здесь каждый ресурсоснабжающий у них свои, да, допустим, уровень платежей. Ну, будем говорить в совокупности, если платеж по республике Това, то у нас уровень оплаты составляет 86%, все. Ну, а отдельно по видам услуг здесь, в принципе, сказать вполне. — Понятно. Ну, как быть, допустим, должникам? По чуть-чуть платить? Как гасить свои долги? — Нет, конечно, ресурсоснабжающие организации у нас идут на это, то есть, допустим, чтобы, как у нас законодательством, потому что субсидии не дают те, кто должен, да, то здесь у нас тоже налажено. То есть, ресурсоснабжающие организации делают соглашение, то есть, реструктуризация долгая, и человек, часть гасит долгая, и должен стараться платежи текущие платить. Поэтому здесь тоже все отлажено. — Давайте еще раз напомним, на что у нас повышаются, на какие услуги у нас повышаются тарифы, и на сколько процентов? — На тепловую энергию у нас на 7,5%. — А было в прошлом году? — Было в прошлом году на 6,7%. На холодную воду у нас, ну вот здесь тоже в диапазоне разном, по разным муниципальным образованиям, там в зависимости от разных предприятий же производят воду, то есть у нас варьируется от 6% до 11,4%. На электроэнергию для населения здесь 7,5%, здесь единственное, только варьируются у нас те, кто с газа, кто у кого электроплиты, у кого имеются газовые плиты здесь, тарифы у них разные, и на газ на 2%. Но в прошлом году у нас газ на 14,5% был положен. — Ну хорошо, Елена Николаевна, я вас благодарю за беседу, ну а мы продолжаем наш выпуск новостей. Субтитры подогнал «Симон»